Сегодня у нас... Серега, какой у нас сегодня матч века? Ну, во-первых, всем здрасте. Всем привет, я тут уже закусывал. Ну, кто, наверное, смотрит канал Андрея, он, наверное, ну, ты же в футбол играешь, знаете? Да. И вот сегодня число у нас какое? 28-е на дворе. Спасибо, спасибо. И сегодня, в общем, как это можно сказать? Финал. Финал всех финалов. Финал Лиги Чемпионов, может, да. Да. Скажем так, играет Реал. И сейчас покажи на себе. Нам еще Павел, привет. Всем привет подписчикам и не подписчикам. Всем тоже большой-большой привет. И хейтерам. И хейтерам. Не суть. Сегодня играет... Сегодня играет Реал Мадрид и Ливерпуль. Так что я болею за Ливерпуль, Серега, за Реал Мадрид. Я надеюсь, что Ливерпуль выиграет. Серега, надеюсь, что Реал выиграет. Так что будем болеть за победу. Сейчас мы, что находимся у Сереги в доме. Да, у Сереги в доме. Так что если какие-то там будут крики, голос, голосы типа Ливерпуль чемпиону громко будет говорить. Выкинешь, да. Так, Серега, можешь чай организовать? То я на велосипеде приехал, немножко замерз. Сейчас, после того, как... А, ты уже Зареал упьешь, да? Естественно. Мы Зареал. Ты тоже Зареал? На подфутбольчик. Жигулевская бекон. Жигулевская бекон, жигулевский сыр, жигулевское пиво. А к вас есть? А к вас есть. Покажи. Подожди, я свой бар сейчас... У него же там бар стоит. Ну хочешь, сними, ладно. Ладно, пришу там, подойти не хочешь. Сейчас Серега покажет свой мини-бар, давай. Это кухня моя. Это мини-кухня, да, сразу. Чайник, плита, микровель и самое главное... В микровеле вон что находится. О, ты уже успел слепить, смотрите, ребят. Ага. Чебуреки уже горяченькие. Четыре пачки вчера в русском магазине слепил. Моя гордость. Мусор. Так ты что, голосовую мусорку себе купил? Да. Да какая голосовая сама закрывает? Квас. Есть беленький квас? Белого нет, Андрей, извини. Вот есть такой и хлебный край. Показываю, приванши. Так, ну что тогда? Байкал есть. Байкал он, да, вкусный тоже. Давай пока оставим, я сначала чай выпью. А достань вот этот хлебный край, может кто будет пить, да. Ну, потом мы определимся. Вот еще в Германии с этим проблемы есть. Я думаю, у меня одна бутылка есть. В запасе, да, молодец, Серега. Сегодня не будем ее пить. Ну, если что, знайте. У Сереги есть бутылка лишняя. Масло? Да. Давайте быстренько скажем, кто какой счет предполагает. Серега, начнем с тебя. 3-1 Реал. Паша. Просто скажи любые. 3-2 Реал. Я Ливерпуль 4-1. И Слава. 3-2 для Ливерпуля. Все. 2 за Ливерпуль, 2 за Реал. Вы услышали наш прогноз. Теперь садимся, смотрим и удивляемся. Ливерпуль чемпион? Да. Понятно? А вы можете стоять. А в Англии, да? Нет, отказал. Они второе место заняли. Один пункт сегодня. Тятый час уже, 2 минуты десятого. Реально? Да. Где игры? Мы тут уже настроились, уже чебуреки положили. Они, наверное, уже холодные. Может, еще раз положили? Да не, хватит. Не, не, не. Потом будут сухие. Все, давайте игру показывайте, ребят. Ну, хватит нас уже. Ливерпульские болельщики там. Ариальские болельщики уже плачут. Они уже ушли. Сата-Ниона. Реал уже ушел, уже все. Хлоп, давай, все. Юрген, вот он идет, немец. Ему респект уважен. Он молодец. Давай, переключаем на русский, посмотрим. Ну, папа Карла-то он. Так, статистика Юргена и папа Карла. Десять игр между собой сыграли. Юрген три выиграл, выиграл. А нет, четыре папа Карла выиграл. И три у них было между собой ничьи. Так что Юрген на дно. А вот по чемпионам по финалу Лиги Чемпионов Папа Карла подзял он две лиги чемпионов с Миланом. Тот золотой милой. Кто помнит, там Шевченко играл. Гатуза. Ну, вот это начало 2000-х. Как раз тогда они проиграли. Нет, подожди. Нет, они проиграли тогда Ливерпуле в 2005-м. Подожди, пожалуйста. Мы когда в Германию переехали, ребят, они в финал против Ювентус. Да. Это 2002-й год. Да. А Ювентус, по-моему, выиграл Реал. А в Реале еще был в Зубасе, Краналда. Да. Я помню, такой был крутой чувак. По-моему, Карлос там был. Мой лучший. Роберто Карлос. Роберто Карлос. И тогда финал был Милан и Ювентус. И Милан выиграл в 2002-й год. Это было. Ну, это как Германия, кстати. Потом был 2005-й год. 2005-й, да? Нет, они проиграли Ливерпулю в финале. Нет, это было в 2007-й год. Ну, по-моему. А потом, на следующий год они выиграли. Они опять встретились в финале, и они выиграли Ливерпуль. Милан выиграл Ливерпуль. Только я не знаю, это через год было. Сейчас мы посмотрим, Слава. Глянь, это, финал. Если снимаешь. Я снимаю все, да. Я просто вспомнил. Я знаю, что Милан проиграл сперва. 2005-й год. Это Ливерпуль, это я знаю. А вот потом, в следующий год, посмотри. По-моему, они Милан уже реванш взял. 2-1. Это я помню. Не знаю, почему. А Палыч молчит. А он просто это все помнит и знает. Палыч просто, он говорит, парни, я все знаю. Вы тут без меня, да, как-то? Говорите, я пока покушаю. А, покушаю. Знаете, если я ошибаюсь, он мне так прегывает. Но ты ошибаюсь, что я не прав. Он просто так стучит по коленке, типа, ты неправильно говоришь. Абрегат, я сейчас наручу. Ну, что там нашел? Сейчас мы посмотрим, мы хотим узнать. В 2006-м году Барселона Арсенал 2-1 Барселона выиграл. Да. Или это все-таки через год был следующий? Вот, вот. А я же был прав. 2007. 2007, да, наверное. 2007-2008 году ваш Ливерпуль выиграл. 2007-2008. Нет. Милан 2007. Вот, это был через год. Ливерпуль. Вот, подожди, послушай. Вот, они встретились в финале. В 2007-м через два года. Так что, Серега, все. Давай, включаю и будем смотреть. Так, уже Реал выходит на футбольное поле. Ребята, ваша команда выходит. Ты знаешь, это самое, хочешь Реал выиграть, закрой Бензима и все. Серега, я говорю, хочешь Реал выиграть, закрой Бензима. Потому что кроме Бензима никто не забивает за Реал. Все голы он делает. Да, 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 так оно и есть. Но по статистике, Винни Кух отдал больше всего пас плюс гол. Это пас. Но он молодой. Он еще молодой. Но он еще красавчик. Подожди, а у Ливерпуля Диас есть, он тоже молодой красавчик. Ты даже его не знаешь? А ты смотрел кубок, вот они играли с этими. Нет, он в своенационального, по-моему, за какого он играл? Колумбия. Как они там с бразильцами играли вообще? Он там такие голы забивал. Неужели в этой футболке будет играть? Почти, как у тебя, Серега. Мне кажется, что белые они должны играть. Это уже прошлогодний или прошлогодний сезон? Они будут белые. Это старая, это еще... Два-три года. Да, два года назад. По-моему, в 2016 году. Она еще, сейчас у них же спонсор поменялся, сейчас совсем другой. А ну как бы я вот... Слава Жару, Тинация, Сатерет, это футболку заказал в интернете. Потому что я ребятам сказал, вот в финал у меня дома смотрим. Никому не говорю, что это футболка. И ты заказал ее? Просто у нас, как в России, Алиэкспресс или как? Алиэкспресс, да. У нас этот, eBay. Короче, ты в eBay купил оригинальную футболку. eBay. Но eBay называется, да как бы это комично не казалось. И заказал футболку в течение 5-6 дней. Я свою футболку купил в Хорватии. За сколько обошлась своя футболка? Моя футболка обошлась мне за евро 15, а у тебя? Евро 15. 15 евро, 15 евро. Евро 15. А у тебя сколько? Два раза больше. 30, да? 33. 33 года. 33 это оригинал, наверное, да? Да, не оригинал. Оригинал. 33 года точно не оригинал. Так все, ладно, давайте, ребята, смотрим. Если ты снимаешь, я хотел футболку, знаете кого? Правда, если видео Андрей поставит. Роберто Карлоса. Так что, ребята, у кого есть футболка Роберто Карлоса, пришлите, Сереги. Он ищет, найти не может. Кто помнит фанаты Реала, у них логотип еще Сименс. Да, прикольно было, я помню. Но вот такие сейчас не найдешь уже, наверное. Они были дорогие. Но это можно приклеить самому. Нет. Лучше. Паша, а тебе какая футболка нравится? Дольче Афгана. Правильно. Вот Паша сразу ответил правильно. К концу матча он уже уснет на диване. Так, давайте сразу раскладку этот, тактическую раскладку. 4-3-3, да, Ливерпуль как всегда играет. Серега, 4-3-3 у нас расклад. Реала, ты же за Реал болеешь. Ты свою расстановку. Реалу им сегодня проиграть просто. Вот и все. То есть без разницы в какую они выйдут, да? Не, 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 ребят. Не, в общем мы будем... Да, болеть будем за Ливерпуль. Не, правда... А вот и Диас, вот видишь, он красавчик. Сейчас придет, всех сделает. Ой, 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 ой. Единственное, что, ребята, извините, будем за хороший футбол, за интригу, чтобы не было там 5-0 в пользу Реала в одну калитку. Нет, давайте это... 5-5 сделаем. Шанс зададим 5-2. 5-2, а не 5-5. Нет, 5-2. Все, ребята, давайте смотреть. Единственное, что я могу сказать за Реал, вот единственное, что Бензима, вот в моих глазах, он правда, он вообще стоит золотого мяча. Король. В этом сезоне он просто... Нет, парни, я думаю, что будет решаться, кто выиграет Лигу Чемпионов, кто-то получит золотой мяч, потому что у Салаха тоже есть шансы. Он тоже много забил, и ассистента у него, и голов много, да. Он второй идет по... Сейчас. А этот же теннисист, по-моему, нет, Надаль? Это же теннисист этот, испанец, да. А, да, да, да. Вы что, ребят, вы теннис смотрите. Извините, теннис не смотрим. Нет, я понял про кого-то. Все, смотрим футбол, ребят, давайте. Так, вот они встретились. Бензима уже говорит, поздравляю вас, братья. Так, тут бегает. О, они уже поздравляют с победой. Один уже прошел? Нет, по-моему, уже был? Все, смотрим, смотрим игру, ребят. Давайте, я кофе налил за хороший футбол. Первый тайм был огненный. Реал забил гол, но его не засчитали. Был офсайт и сейчас перерыв. Так что 15 минут отдыхаем и смотрим дальше второй тайм. Должен выиграть Ливерпуль. Надеемся на это. Пока Сереги нет, он там... И меня. И тебя, да. Ну, ты нейтральный зритель. Короче, болеем за красных. Зал Серегин. Вот, смотрите, есть даже спортивный этот снаряд. Да. Вот тут Сереги занимается спортом. Раз, два месяца. Я сейчас, наверное, не... Да не надо подтягиваться. Я могу. Ты силы экономь на второй тайм. Ну, такой у него зал здесь, холодильник, кухня, потому что маленькая немножко. Ну, ему одному, в принципе, хватает. Вот, кухня. Такая барная стойка. Отличная. Ну, и подсветку еще сделаю. Покажи. Так. Да это, понятно, кладовая. Ты же не будешь все показывать. Красиво же я сделал. Ну, да, Серега красиво сделал. Все как. У него все стоит. Так, у нас... Комната. Нет, это прихожая. И здесь кровать. Это спальня. Вот. Все. Вот так живут немецкие холостые мужики. Берлога холостяцкая. Не, мне нравится пока что. Да не, нормально, причем, конечно. Так что все, ребята, ждем второй тайм. Пьем кофе. Думаешь, кто проиграет? Ой, я уже теперь не знаю, Серега. Уже не могу. 50 на 50. Давай оставим интригу. А до этого. А там было тоже 50 на 50, я вначале говорил. Потому что каждая команда может выиграть. Свою футболку. Ну, сейчас понятно будет, что красный. Или ладно, у меня это не сливочное. Ну, ладно. Но видно, что... Да, да, за Реал он их болеет. Так, мы уже тут досматриваем. Осталось две минуты дополнительного времени. Серега радуется. Реал 1-0 ведет. Ну, ладно, если победит, значит, судьба... Ну, две минуты осталось. Игра не закончена. Ну, давай, Реал. Второй, второй, второй. Бензима 16-й. Ну. Мимо, мимо, мимо. Серега, поздравляем. Победил твой Реал. Все. Бензима вытащил. Так что давайте хороший футбол сегодня посмотрели. Да, жалко. Но кто-то должен был победить. 1-0. Да. Ну, блин, до сих пор это... Ну, что, все. Игру посмотрели. Сел на велосипед. Уже первый час. Так что 6 километров до дома прокачусь. Перед сном немножечко свежим воздухом подышу. Смотрите канал. Подписывайтесь. Пишите комментарии. С вами был Андрей. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok